Ехали, но не доехали. Два автомобиля провалились под лёд сегодня утром около острова Кирпичное. Обошлось без жертв и с пострадавших только автомобили. Середина недели, утро. Компания молодых людей на автомобиле ВАЗ-2112 решила отправиться на соседний остров Кирпичное. Несмотря на запрет выезда техники на лёд, ребята уверены, до места назначения они доберутся без происшествий. Но приключений сбежать не удалось. Автомобиль провалился под лёд. Вызов поступил утром от начальника порта на пульт оперативного дежурного. Соответственно, смена выехала незамедлительно. Приехали, обнаружили два автомобиля. Люди находятся с сильным запахом алкоголя, от помощи отказываются. Водитель ЛАДА-12 модели отправился за помощью в город. На подмогу приехала буханка. Однако и этот автомобиль попал в аналогичную ситуацию. По тяжестью веса колёса буханки провалились под лёд. То ли алкоголь добавил молодым людям смелости, то ли они от природы крепки духом. Но данная ситуация их совсем не огорчила. Ехал вообще с гостями. А куда ехали? В гости. В гости. Вот сюда? Кирпичная? Да. А знаете, что лёд тонкий, что опасная? Я не боюсь. Не страшно было рисковать? Я не боюсь. А теперь с машиной что делать? Так не моя машина. Удивительно, но несмотря на регулярные призывы спасателей, инспекторов ГИМС не выходить на лёд до официального разрешения, находятся горе-смельчаки, которые твёрдо уверены – со мной ничего не случится. Но от несчастного случая не застрахован никто. Каждый раз, когда решите выехать на лёд, подумайте о своих близких и родных. Может, это убережёт вас от неоправданного риска.